всем привет друзья сейчас мы рассмотрим как можно проверить существует ли элемент массива у нас есть вот такой массив начинается он с 5 индекса и давайте мы создадим цикл для того чтобы пройтись по элементам данного массива у нас будет счетчик i начинается с 0 до 10 и ай плюс плюс вот здесь обязательно доллар ставим по привычке я его не ставлю потому что в основном я пишу на java скрипте и там конечно доллар не нужен на переменных но в печке немного другие правила поэтому не забывайте про этот доллар и теперь мы создаем условия пишем функцию из set которую вы уже знаете и здесь можно проверять элемент массива мы просто указываем массив r и здесь в квадратных скобках индекс i и если он у нас будет существовать то мы вот здесь пишем с помощью эхо что элемент существует обязательно указываем все в двойных кавычках ставим else и здесь пишем что элемент не существует и давайте сейчас мы посмотрим на результат и видим такую картину что у нас элементы 5 6 7 существуют а все остальные не существуют так как у нас здесь индекс начинается с 5 далее у нас 6 элемент и 7 мы получаем абсолютно правильную картину и с помощью из set можем проверять элементы массивов также как и обычные переменные для того чтобы проверить является ли переменная массивом существует функция из array смотрите как она работает мы можем в условии проверить с помощью функции из array любую переменную пусть у нас это будет r здесь напишем это массив если функция вернет true of else мы напишем что это не массив и видим что это у нас массив если мы например проверим какой-то определенный элемент например шестой вот это число 2 то мы видим что это не массив потому что это является элементом массива а массив это сама вся вот эта вот структура конструкция в квадратных скобках с большим количеством элементов поэтому такой функции тоже можно пользоваться также есть функция in array она работает следующим образом мы передаем здесь какое-то значение например 2 и через запятую мы передаем массив и эта функция будет искать число 2 в массиве r если она его здесь найдет у нас будет здесь true и мы здесь это сможем как-то обработать например написать что значение 2 найдено в массиве r а здесь написать что значение 2 не найдено и посмотреть видим что она у нас найдено также если она у нас будет здесь в кавычках то мы видим что она найдено для того чтобы тип данных вот здесь функции и здесь строго совпадал нужно указать дополнительный параметр в эту функцию он указывается вот здесь после массива и мы указываем true если хотим четко чтобы у нас совпадали вот эти вот две переменные то есть которую мы ищем и та которая будет в массиве в противном случае у нас смотрите что сейчас будет значение 2 не найдено в массиве так как у них разный тип здесь мы передали число а здесь строку если же у них сейчас будет и там и там число то мы видим что значение 2 найдено в массиве и так сейчас уже это работает поэтому здесь есть еще дополнительный третий параметр у этой функции in array который позволяет нам проверять на эквивалентность значение которое мы ищем с тем которое будет у нас в массиве если мы хотим искать не значение какое-то в массиве а например ключ то мы должны использовать функцию которая называется array key exist давайте попробуем записывается она следующим образом здесь мы уже передаем какой-то ключ пусть это будет например ключ 5 так как он у нас существует здесь также мы передаем массив и смотрим давайте посмотрим сейчас на результат и видим что ключ 5 найден в массиве потому что он действительно существует если мы здесь например попробуем найти ключ 4 которого у нас нет в массиве то мы видим что ключ у нас не найден здесь у нас осталось число 5 но суть в том что у нас функция вернула false и у нас работал вот этот фрагмент кода поэтому таким образом можно тоже проверять наличие какого-то ключа в массиве чтобы найти ключ массива по значению есть функция array search которая работает следующим образом записывается она таким образом здесь мы передаем значение и массив функция будет возвращать у нас ключ который соответствует данному значению а если например такого значения не существует в массиве то функция вернет false и давайте попробуем сейчас сделать следующее выведем с помощью echo эту функцию здесь выведем разрыв строки а здесь выведем например для значения 5 видим 6 сработало у нас для вот этой вот функции индекс этого значения действительно 6 то есть мы начинаем с пятого индекса далее идет шестой и седьмой а здесь у нас ничего не вывелось потому что false преобразовался к пустой строке если мы проверили бы вот это все в условии if то мы бы получили false поэтому таким образом можно искать ключ по значению также давайте рассмотрим удаление элементов массива и делается это следующим образом мы используем функцию unset указываем массив и в квадратных скобках элемент который мы хотим удалить например шестой после этого мы выводим массив и смотрим на результат мы видим один и три пятый и седьмой индекс шестой индекс у нас из массива удалился как мы и собирались это сделать с помощью функции unset и вы видите что все действительно работает также в unset можно передать весь массив и он тоже будет уничтожен если мы сейчас весь массив передаем то видим что теперь его нету весь массив был удален целиком то есть не какие-то отдельные индексы а полностью весь массив вот такие вот действия по работе с массивом сейчас мы рассмотрели с вами я надеюсь этот урок вам был полезен обязательно оценивайте видео пишите комментарии делитесь с друзьями и до скорых встреч